Сотрудники ведомства провели невероятную работу в период подготовки к зимним играм. Одних только наркопритонов ликвидировали 27. Немало сил уходит и на борьбу с новыми синтетическими видами зелья. Дурман продают под видом табака для кальянов, травяных сборов и даже шлют по почте. Те новые виды наркотиков, которые сейчас предлагаются нам, в том числе по интернету, различными путями завозятся в Россию под видом бытовой химии, различными ухищрениями, в том числе использованием средств интернета. Но несмотря на это, сегодня ситуация в городе стабильна. Преступлений, связанных с наркотиками, стало в разы меньше. Глава города отметил активное взаимодействие наркополиции со всеми службами и общественностью. Уровень наркомании в Сочи значительно ниже, чем в среднем по краю. Уверен, что в первую очередь это, конечно, ваша заслуга, уважаемые коллеги. Ну и, конечно, без взаимодействия, без единой команды с управлением внутренних дел, с администрацией города. Эта работа была бы бесполезной. За это полугодие сотрудники наркополиции выявили около 170 преступлений. Возбуждено 78 уголовных дел, 56 тяжкие и особо тяжкие. Изъято более 11 килограммов наркотических веществ. На совещании глава города отметил самых активных сотрудников и вручил им грамоты. Поблагодарил наркополицейских и председатель городского собрания Анатолий Лукс, который передал отличившимся почетную грамотой депутатского корпуса. Молодежь, которая попадает под ту или иную зависимость, они фактически выпадают с общества. Чем будет слабее общество, тем будет больше таких людей, тем будет слабее страна. Важность именно профилактической работы среди молодежи отметили все участники совещания. Тем более, альтернативы для подрастающего поколения в Сочи есть. Только муниципальные спортивные кружки и творческие центры города могут принять около 45 тысяч ребят. А новая инфраструктура дает новый биток развития молодежного спорта в Олимпийской столице. Игорь Кирпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.